Витаю вас, витаю вас, дякую ему за запрошение. Дякую, еще знайшло час. Про признание России страной террористом или страной-спонсором терроризма. Хотелось бы услышать ваше мнение. Будет ли такое решение волевое от Соединенных Штатов Америки? Мы знаем, что Сенат резолюцию поддержал, но она носит рекомендательный характер. А вот Палата представителей готова к такому решению? Как вы считаете? Ну, давайте по порядку пойдем. Зададим всех главным вопросом. Почему по сегодняшний день этот закон не был вообще принят? Потому что вот эти двойные стандарты, которые всегда мы видим в западной политике, в целом в коллективном Западе и где Соединенные Штаты являются лидерами, они проявляются в той или иной мере касательно любого региона или любой страны. И чем крупнее страна, тем больше этих двойных стандартов. Я имею в виду Россия, Китай, то есть все те, которые сегодня в той или иной мере как-то побольше влияют на внешнюю политику всего этого коллективного Запада. Поэтому посмотрите, списки стран, спонсоров терроризма, четыре страны сегодня. Это Южная Корея, Северная Корея, Иран, Сирия и Куба. Вот возьмите, поставьте на чашу весов. Я всегда этот пример привожу в последнее время, потому что он самый удобный. Поставьте на чашу весов вот все то, что сделали в области спонсорства терроризма, вот эти четыре страны, да. И поставьте на другую, за все годы своего существования. И поставьте на другую чашу весов все то, что сделала Россия просто с 2008 года. Именно за время режима Путина. Я имею в виду Грузию, аннексия Крыма, Донбасс и вот 2022 год, плюс Сирия. Плюс преамбуле, там вот этого решения Сената указано еще Чечня в том числе, да. То это же все произошло за последние 10-15 лет. Простой элементарный логический вопрос. Почему эта тема сегодня брошена на повестку дня? Вот это ценизм, с моей точки зрения. Потому что если бы вы хотели реагировать и все то, что вы там перечислили в преамбуле, это уже произошло давным-давно. И заявление о том, что Госдэ начнет это изучать, а что вы до этого не изучали это? До этого у вас не было достаточно фактов для того, чтобы обратиться и принять вот это решение. Потому что по американскому законодательству этот акт о признании страны какой-то спонсором терроризма должен принимать государственный департамент на основании тех документов, материалов, которые к ним поступают. Я думаю, достаточно было этих документов и фактов, которые есть у того же Госдэпа. А он только сегодня начинает эту процедуру? Для этого ему что нужно было? Чтобы Россия совершила очередную агрессию? Чтобы этот шум произошел на таком большом уровне? Чтобы это дошло бы здесь до общественного мнения. И вот когда уже домокла в меч промежуточных выборов и всего остального, и падение авторитета Демократической партии и лично президента Байдена, говорит о том, что они только сейчас зашевелились. То есть, опять же, политическая конъюнктура требует вот такой реакции. Поэтому мой анализ сначала должен быть вот такой объективный и критический, для понимания того, почему это именно сегодня. Не надо строить нам всем иллюзии на эту тему. Это вы заставили их шевелиться в этом направлении. Они должны были шевелиться в этом, в 2008 году. Грузия не смогла их заставить в 2014 году. Вы не смогли их заставить, потому что вы не были теми, кем вы являетесь сегодня. А вы сегодня уже диктуете, вы сегодня уже стоите крепко на ногах, вы сопротивляетесь, вы понимаете? И вы заставили их всех за эти последние пять месяцев очень много поменять в риторике, в телодвижениях и во всем остальном. И этот Ленд-Лейс, и этот Рамштайн, и все, это однозначно результате вашего героизма, а не героизма Джо Байдена или там лидеров той же Европы. Вы должны это понимать. Они просто нос держат по верту. Это первое. Другое дело, это да, конечно, запоздалые решения, но это правильное решение, нужное решение. Теперь заметьте, заявление Госдепа, опять же, Антони Блинкин, опять же, делает всяческие телодвижения для сопротивления. То есть вот мы будем туда, и мне это невыгодно, потому что они понимают, что это объявление страной спонсоров терроризма, это же, посмотрите, какие огромные деньги, вот на этой чаше весов. Потому что у Северной Кореи и у Кубы этих денег нет, они не зарабатывали на них. А за последние 20 лет, посмотрите, вот этот коллективный Запад, в первую очередь Евросоюз, конечно. Да, у США нет такого товара оборота с той же Россией. Ну, Евросоюза, союзников США, вы видели за эти вот 6-7 пакетов санкций, какие там деньги ворочаются, более триллиона. И, конечно, на кону такая огромная сумма. Потому что признание страны спонсоров терроризма, это не только политический акт, это потому что санкции, которые принимает Евросоюз, они же не распространяются на те страны, которые не включены в Евросоюз. Это конкретно кто хочет, Китай, Индия, Турция, африканские страны, кто хочет, да, они могут не признавать это, это их личное дело, они не входят в Евросоюз. Но когда США уже признает конкретную страну спонсором терроризма, это уже касается взаимоотношений этих стран, уже конкретно с Соединенными Штатами. США тоже не член Евросоюза. И тогда Китай, у которого товарооборот почти триллион, Индия, у которого огромный тоже товарооборот, и все другие страны уже будут более осторожны заниматься во всех этих телодвижениях. Поэтому, конечно, нужное решение, учитывая, что администрация будет по-прежнему сопротивляться, стоит этого ожидать. И я очень надеюсь на то, что вот в преддверии этих выборов и Сенат, вот видите, как мощно принял, и я думаю, Нижняя Палата точно так же постарается на это прореагировать. И ежели Госдеп будет сопротивляться, тогда есть другой вариант. То есть протащить это через как законодательный акт и заставить уже президента Байдена подписать, и это уже будет как закон. То есть для этого уже не нужен будет Госдеп, а это уже будет как закон, который обяжет Соединенные Штаты и все исполнительные, законодательные, бизнес-структуры придерживаться этого закона. Нам бы хотелось, чтобы в этом вопросе Америка стала, скажем, законодателем моды, потому что мы понимаем, что если Соединенные Штаты Америки такое решение примут, то вероятнее всего его поддержат и другие мировые лидеры. Дальше будем двигаться и к вопросу зерна в том числе. Первые суда с украинским зерном могут прибыть в Турцию уже 3 августа. Об этом пишет CNN TURK. По данным турецкой стороны, корабли будут выходить из порта Одессы вместе с 16 кораблями конвоя. Кроме того, за ними будут следить с помощью беспилотников и спутников. Первая остановка судов из украинских портов станет Стамбул. Далее они отправятся в Сомали. В порту Стамбула корабли также будут проверять. Суда, которые не представят прозрачную информацию об остановках в портах и выключат сигнал перемещения, не будут допущены к территориальным ботам Турции. Господин Юнус, вопрос вот в чем. Мы увидели ответ Российской Федерации на изначально принятое соглашение в Стамбуле. Это был обстрел Одесского порта. А сейчас мы уже подходим к непосредственным действиям, а не только декларативным, что зерно будет отгружено, что оно должно выйти из одесских портов. Вопрос в том, удастся ли здесь соблюсти все достигнутые договоренности. Как вы считаете, поскольку понимаем, что на себя обязательства взяли не только украинская сторона и российская сторона, а еще и Турция и ООН, если я не ошибаюсь. Как говорил Бисмарк, подпись России на любой бумаге не стоит дороже той бумаги, на которой это было сделано. И мы это видели очень много за последние годы, включая этот Будапештский меморандум, который Россия сама же подписала и сама же его и нарушила. Поэтому, конечно, ожидать провокации со стороны России надо ждать буквально ежедневно, каждый день. Россия будет делать провокации, будет способна сделать это только тогда, когда будут даны ей для этого возможности. То есть политическая военная конъюнктура даст ей возможность, и это опять в очередной раз сойдет в срок. Но в данный момент, как вы правильно отметили, помимо Украины и России в этом вопросе задействована Турция. Я подчеркиваю, не Организация Объединенных Наций, потому что Организация Объединенных Наций, давайте не будем обманывать друг друга, не пользуется никаким авторитетом сегодня в мире. И лично Генеральный секретарь ООН. Потому что если бы эта структура имела бы какой-то авторитет, то Россия с 2008 года не позволяла бы себе все то, что она творит на планете. То есть никаких рычагов влияния у ООН предметных нет. Конкретное влияние на Россию имеют конкретные страны, которые могут... Россия, потому что считается только силой. И в первую очередь это может быть финансовая сила, это может быть военная сила. Финансовая сила и военная сила, она как раз таки имеется у США и их ближайших союзников, и у Турции, у которой нет финансовых рычагов влияния, таких огромных на ту же Россию, но есть военные влияния. И вот военное влияние Турция это проявляла в той же Сирии и в той же Ливии. И учитывая очень сложность в взаимоотношениях между Россией и Турцией, они встречаются, вот как в Тегеране встречались, видите, руки там поднимают, обнимаются, все говорят. Но каждый за пазухой, все понимают, держат по острому кинжалу. И это всегда было исторически во взаимоотношениях России и Турции. И они уже бодались в Сирии, там в достаточном количестве погибли и российские вагнеровцы, и представители российской армии регулярной. Это было в боях за Триполи то же самое, когда Россия уже оккупировала этот Триполи, и тогда турецкая армия их оттуда выдавила. Поэтому проблема эта осталась, и вот они будут обсуждать, скорее всего, эту проблему и 5 августа, когда будут встречаться в Сочи. Потому что в Иране вот этот трехсторонний астанинский формат России, Иран, Турция не дал никакого результата, потому что там очень сильно заортачивался, насколько я понимаю, Иран. И поэтому, насколько они смогут там договориться по каким-то вопросам, не знаю. Но точно я знаю, что в вопросе зерна на карту поставлен авторитет не только Турции, но и лично президента Эрдогана. И президенту Путину придется с этим считаться. Далеко не случайно первый корабль с зерном – это турецкий корабль. Поэтому это делается специально, это делается политически, для того, чтобы как-то охладить российскую сторону от того, что на карту могут поставлены быть взаимоотношения той же России с той же Турцией. Вспомните, когда турецкие власти сбили российский истребитель в Сирии, и к чему это тогда привело полгода, какие были взаимоотношения. Я не думаю, что в нынешней ситуации, изоляции, в которой находится Россия, она хотя бы хотела бы еще больше ужесточить или испортить взаимоотношения с единственным мостиком туда, на юг, который сегодня представляет та же Анкара. Официальный и тот же стамбульский формат, в котором они также в той или иной мере могут как-то встречаться и решать какие-то гуманитарные вопросы, в которых очень сильно заинтересована сама Россия точно так же. Вы упомянули уже об этом визите. Я добавлю информацию и обсудим ее в том числе. Президент Турции Раджеп Таипа Эрдоган 5 августа прибудет в Сочи и там встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Обсудить планирует военно-техническое сотрудничество, заявил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, стороны должны дать окончательную оценку договора об экспорте украинского зерна. 25 июля, напомню, Эрдоган заявил, что западные политики используют неправильный подход к Путину, но и добавлю, что не так давно лидеры стран встречались в Иране. Это было 20 июля. Этому господин Юнус тоже вы вспомнили. Примечательно, очень многие отметили во время этой встречи в Тегеране, что была нетипичная ситуация и Путин должен был ждать Эрдогана. Как вы думаете, в Сочи тоже Путин будет ждать Эрдогана? Ну вот, это уже не первый раз в взаимоотношениях этих двух лидеров, таких амбициозных, жестких лидеров. Были такие же видеоролики, когда пришлось президенту Турции ждать в Кремле. Поэтому моментально последовали ответные такие шаги. Вот это лишний раз критерий, который должен характеризовать, насколько сложные взаимоотношения между этими двумя странами и между этими двумя лидерами. Потому что у них нет так называемого стратегического партнерства. Они просто заклятые друзья по некоторым вопросам. Потому что у них совершенно диаметральные противоположные политические интересы. У них есть какие-то экономические бизнес-интересы у Турции на территории России, у России на территории той же Турции. Но это совершенно не говорит о том, что Турция как член НАТО может сделать что-то такое, что поставит под сомнение. Турция в сложных отношениях с той же Соединенными Штатами и с некоторыми другими членами НАТО. И здесь принципиальные разногласия, которые выступают. Но они выходят, они просто тактического плана. Они не позволяют кому-то рассуждать, что стратегически Турция может дрейфовать в сторону той же России. Это однозначно. Потому что Турция как и была членом НАТО, так она и будет членом НАТО. Потому что не забывайте, это вторая армия НАТО. И все с 52-го года, и во всех военно-политических мероприятиях, в которых принимались Соединенные Штаты, на втором месте по количеству погибших солдат и принимающих участие в этих во всех кампаниях была как раз таки Турция. И я не думаю, что что-то изменится в этой ситуации. Другое дело, это политика, заявления. Иногда бывают публичные заявления для того, чтобы ущемить, поработать на общественность, поработать на внутренней аудитории. Это все для этого делается. Всякие сбросы будут информационные, вы все эти видите. Всякие провокационные. Типа как российские нарративы озвучиваете. Вот Турция там продает ворованное украинское зерно. Но я хотел бы у этих российских либеральных оппозиционеров, которые, кстати, продвигают эти российские нарративы, очень часто продвигали на ваших украинских каналах. Ну где один факт какой-то привели. Зато Турция сделала именно то, что хотела Украина. То есть заключила этот контракт на условиях, которые настаивала именно Украина. Никакого контроля с сопровождением в водах Украины. Только украинское. А потом это передается Турции, как члену НАТО, и как стратегическому партнеру тоже Украины. То есть эти были условия Украины, и они допущены. Поэтому эти все информационные сбросы мы будем часто видеть. Вот такие видеоролики будем часто видеть. Давайте реагировать на факты, которые будут в сухом остатке. Мы в информационной плоскости будем. Нью-Йорк Тайм что-то опубликует. Блумберг что-то опубликует. Знаете, пропускайте это мимо ушей. В моем понимании, если что-то есть реальное, об этом должны говорить или официальные лица Соединенных Штатов. Допустим, если я как-то о соединенных штатах. Президент, его администрация, его разведка. А ни Нью-Йорк Таймс, ни Ваших Томпост, ни Блумберг, ни кто-нибудь. Мы видели, как эти все коллективные Киссинджеры за эти пять месяцев очень хорошо себя проявили. Как в США здесь, так же в том же коллективном Западе. Давайте смотреть в сухом остатке, что происходит. Поэтому я надеюсь на то, что тема с зерном будет иметь положительный исход. Так же, как тема с Азов сталью, которая сегодня так же, как вы видите, будоражится в общественном сознании, потому что не все заинтересованы в успехе этого. Понимаете, вы должны понимать, что усиление той или иной страны на политической карте мира, разницы нету, какая это страна, да, и где эти происходят события, она может вызывать ревность у каких-то других стран, которые политически с ними все время конкурируют. Особенно вот в этом регионе, особенно если мы говорим Черноморский регион, страны Ближнего Востока. Поэтому далеко не случайно и Путин туда ездит, и далеко не случайно и президент Байден туда ездит, потому что политика США, давайте честным будем, после развала Советского Союза была кардинально неправильная в доктрине вот этой политики на Ближнем Востоке. И поэтому одним визитом это не решить, и там испорчены отношения между реальными союзниками Турции, Израиль, которые все время были реальными союзниками США, и сегодня у США испорчены отношения с Турцией, испорчены отношения с Израилем, у Израиля с Турцией, Саудовская Аравия не тем занимается. Поэтому вот видите, Россия и Иран, как там они активны. Поэтому это просто надо менять, надо правильно заниматься всей этой территорией, и вот уметь фильтровать всю ту информационную шумиху, мусор, который сегодня вбрасывается специально. Потому что война идет не только на земле, война идет достаточно сильная в информационном поле, и вот в этом информационном поле Россия по-прежнему сильна, но очень радует то, что Украина уже не Украина 2014 года. Как на земле в военном плане, так и в информационном плане вы добились огромных успехов. Надеюсь, это будет идти по возрастающей. Спасибо за такую высокую оценку. У нас немного остается времени, но все-таки не могу не спросить у вас о том полете, за которым вчера многие следили. Это речь про Нэнси Пелоси. Визита на Тайвань не будет. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси опубликовала список стран, которые она посетит в ходе азиатского турне. Это Малайзия, Южная Корея, Сингапур и Япония. Накануне спикер отправилась в Азию с рабочими визитами. Предполагали, что она посетит Тайвань, несмотря на крайне негативную реакцию Китая. Были ли обоснованы эти предположения? Или это опять-таки какая-то информационная составляющая, которая должна была дезориентировать в данный момент и дискредитировать ее поездку, как вы считаете? Давайте будем объективными в оценках всего того, что мы происходим. Тайвань для Китая – это то же самое, что Крым для украинцев. Вот задайтесь вопросом, постарайтесь отставить эмоции и будьте объективными. Если кто-то, спикер Госдумы, прилетит сегодня в Крым, это вызовет возмущение во всей Украине. Правильно? Вне зависимости от партийной предназначенности. Это то же самое, что и в Китае. Нравится нам Сидзепинь, нравится там режим или не нравится, мы должны исходить из международного права. Тем более Соединенные Штаты по акту от 79-го года по законодательству США, они как раз-таки сами признают именно единый Китай. И Тайвань, как считается, это как территория Китая. Единственное, что да, там проблема взаимоотношений, которые нужно как-то отрегулировать. И я так думаю, в современных условиях того, что происходит в современном мире и сложных взаимоотношениях, и того, что США хотела бы иметь именно Китай в качестве союзника в противостоянии с той же Россией, ну как можно дразнить гусей в нынешней ситуации? Поэтому само заявление о том, что Нэнси Пелоси может поехать туда, это был идиотизм. Это был идиотизм, это была политическая ошибка. Вот заметьте, заявив, а теперь она не поехала туда. Потому что Сидзепинь наверняка высказал конкретно это в беседе с тем же Байденом, они говорили два часа по телефону, во что это может вылиться. Потому что, напоминаю, в 90-х годах был последний третий кризис тайванский. Туда как раз-таки тоже выглядело это именно тогдашнему президенту Тайваня. Дали частную визу, он выступил здесь, в Корнельском университете. Только за это это вызвало вот такой кризис. Ну то есть не кризис, эти с этой стороны войска, эти с этой стороны не дошло до горячей фазы. Ну зачем? Кому это сегодня нужно это делать? Тем более, если вы по законодательству сами говорите. Наоборот, надо сделать так, чтобы Китай бы видел, чтобы Соединенные Штаты не занимаются именно такими провокациями. Нэнси Пелоси, уходящая осенью, она уходит на пенсию. Ей за 80 лет. Ей пора бы заниматься совершенно другими делами. Более того, лучше заниматься конкретно Украиной и поддержкой Украины. И вот проталкивать в Конгрессе вот именно эти законодательства касательно стран и спонсора терроризма, чем провоцировать сегодня вот такого типа ненужных скандалов. Я очень рад, что хватило ума. И я очень рад, что ей кто-то объяснил наверняка в администрации, насколько это сегодня не отвечает интересам самих Соединенных Штатов и всех тех, кто поддерживает ту же Украину. Потому что нагнетать напряженность во взаимоотношениях США с Китаем, это что делать? Значит, вынуждать Китай делать что-то такое антиамериканское. Антиамериканское каким-то боком пойдет ударить и по Украине. С кому это надо? Поэтому здесь надо взвешивать. И я очень надеюсь на то, что Соединенных Штатов хватит больше ума. не провоцировать Китай, который сегодня очень важен для Соединенных Штатов со всех точек зрения. И поэтому, я думаю, очень правильно, что она эту страну не посетит. Господин Юнус, я благодарна вам крайне за то, что вы нашли время и присоединились к нашему эфиру. Это всегда интересный разговор и всегда интересные комментарии. Спасибо вам большое. Рамис Юнус, американский политолог. Благодарю вас за приглашение. Слава Украине. Героям слава. Рамис Юнус, американский политолог Бувразум и Знамо у тех годы не на прямом узлеску. Дякую вам. Рамис Юнус.